Восвятая служба информации Талерадо и компании Гомель, у студии Наталья Игнатенко. Добрый вечер. Жахары Гомельской области знову будут лячиться у Крыму. Размещены у месхоры санаторы Беларуси, а мая на мир одновить продаж путевок у Беларуси. Усе варианты организации беспечного отпочинка сегодня обмерковали на Нараде у областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортным лечениям насельництва. Кто поедет в Крым, доведались наши корреспонденты. Санаторы Беларуси властностью нашей страны являются уже 60 лет. И весь этот час тут проходили оздоровления головным чинам жахары Беларуси. Ситуация корреспондентным чинам изменилась в минулом году, когда граница с Крымом сбоку Украины оказалась закрытой. Все лето на прикладу санатория отпочивали когда 3000 россиян и только 30 семья из Беларуси, которые приехали в месхор самостоинно. Меж тем, за последние 5 лет, Украина уклала в развитие установы больше 10 миллионов долларов. И створенная база должна быть использована для областного здоровья, первое за все, жахаров Беларуси. Медицинский персонал прошел переквалификацию согласно российскому законодательству. Построено много объектов, допустим, введен в строй новый лечебный корпус. Отремонтированы корпуса, которые были, скажем так, в не самом лучшем состоянии. На данный момент они находятся в достойном состоянии, которое соответствует трем звездам. Реализацию путевок для жахаров Беларуси у санаторий готовы подшать уже в наступном месяце. Бодай самое головное – организовать беспешную доставку от подшивающих. Робиться это будет централизовано. С подшатку людей привязуть у московский аэропорт, а туль – самолетам у Крым. Цены у авиакомпаний формируются, буквально ежедневно цена может меняться. И сам человек, когда он начнет заниматься поисками билетов, ему будет очень сложно. Он может купить и не самый дешевый билет, а наша цель для того, чтобы помочь человеку найти оптимальный путь проезда. Да и оптимальный, в том числе и по цене. На это будет настроена работа всех сотрудников Центра Курорта. Мисхоровский санаторий Беларуси установа специализованная – основный профиль лечения астмы и органов дыхания. На Гомершине на здоровье в этом санатории ускладают великие надеи. Но в селях им рази досягнуть такого лечебного эффекта, как у Мисхоры, у близких замежи больше немогчима ниде. Если мы возобновим работу нашего санатория и обеспечим нормальную, безопасную доставку наших детей и матерей с детьми в санатории Мисхор, Беларуси Мисхор, то мы где-то порядка трех-четырех сотен детей, страдающих заболеванием верхних дыхательных путей, особенно бронхиальной астмой, сможем наконец-то снова полечить в таком санатории. Олег Сентюроу, Дмитрий Котов, Ялген Макеенко. Телерадио «Компания Гомель». У Мазыры почалась реализация еще одного проекта, накераванного на оборону право детей-сирот. Сегодня в этом регионе в уголе створена комплексная система работы с неполнолетними, которые застались без опеки батьков, которые опынулись в социально небеспечном становище. Олег Сентюроу ознайомился с мясцовым опытом. Сегодня в Мазырском районе проживает 237 детей-сирот. Это не на 10% меньше, чем было в 2013-м. Таким чином ситуация полепшается, а работа на первые шеи вельми шмат. В Мазырском социально-педагогическом центре зараз коля 20 детей, которые опынулись в небеспечном становище. У некого батьки не могут выполнять свои обовязки по стану здоровья, некоторые ведут так званный аморальный лад життя. Для их у центра даже специальный клуб створили. На протягу полгода, что дети находятся у притулку, с такими дорослыми специалисты проводят постоянные консультации. Я прошу родителей вспомнить себя в детстве, вспомнить, чего им не хватало, когда им было 5 лет, когда им было 7 лет, когда им было 12 лет. И вспомнить себя в этом возрасте, когда они говорили, а вот когда я вырасту, то мои дети в этом нуждаться не будут. Я прошу их вспомнить себя, и они вспоминают, что они обещали самим себе, своим друзьям, своим родителям, что они будут достойными родителями. До дня мати выхованцы социально-педагогического центра зарабили стен газету и до этого часа не дозволяют дорослым занятие. Дети ведьми спадяются, когда мати прочитает самое потаймное, то обовязково забирают их домой. У Гогули только за три апошки месяца у муцари презентовали шерох проектов, накерованных на усмотрение семьи и оборону правов детей, которые опынулись в социально-небеспечном становище, начиная от встреч с работниками местных предприятий до организации городских семейных святов. И еще один проект с минулого месяца начали проводить специально для приемных семей. Проходят мастер-красы, тренинги с детками, встречи с интересными людьми, братья встречаются с сестрами, у детей повышается самооценка, уверенность в себе и возникает некое чувство единения все вместе. Олег Сентюров, Евген Макеенко, телерадио компания «Гомель» с Мазыра. 25 листопада у Сираду отбудется 13-я выездная сессия Гомельского областного совета депутатов на базе Рычицкого района. На парадку дня суместная праца органов мясцового самокерованья региона по реализации державной политики у галине занятостей насельництва. Регистрация депутатов и всех запрошенных у Аблыканками с 9 до 9.30. Початок пленарного посяджения у 12 годин. На выходных у областным центра отбылась реконструкция бою по вызволению Гомеля у 1943 года. Тут одновили падеи, які попередничали початку форсирования роки СОЖ, где наступали 96-я и 217-я стрелковая дивизии Червоной армии. У имитации битвы была заденечена пиротехника, стрелковая зброя другой сусветной войны, обмундирование, специально подрихтованные окопы, ретро-техника и іншие войсковые атрибуты. Вероника Ворошилина с подрабязностями. Реконструкция бою по вызволению Гомеля у 1943 года разгорнулася леволтовского озера каля лядового палаца. Место для проведения мероприемства брали не выпадково, а минавито тут. 72 годы тому наступали 96-я и 217-я стрелковые дивизии Советской армии. Реконструкторы постарались максимально докладно передать дух этих военных часов. На лодках они передолили водную пирожкоду так, как это отбывалось 25-го листопада 1943 года на передать невызволение Гомеля от немецко-фашистских захопников. Укрепления были сделаны по историческим чертежам. Сымитированы именно немецкий берег, та сторона, которая была занята именно немцами, наш оккупированный город. То есть это сторона Сажа, которая находилась со стороны Гомеля. А с протяжной стороны, с той стороны, мы имитируем тот уже берег, который был занят Красной армией, со стороны ветки этого направления. Здесь события рассматриваются с 10 ноября по 25 ноября 1943 года. У имитации битвы была заденечена пиротехника, стрелковая зброя другой Советной войны, обмундирование, специально подрихтованные окопы, ретротехника и иншие войсковые атрибуты. Гучали автоматные шерги, залпы гармат, разгорнувся рукопашный бой. Усяго реконструкции военных деяний уприняли уделка ляста процедурников розных исторических клубов Беларуси и России. Организаторам мероприемства выступил Гомельский горвыканкам, активно подтримали его таксаморозные городские службы и установы. Инициятором и головным идейным натхняльником масштабного патриотичного действия стало военно-историчное клубное объединение «Гонор Мундира». Клуб у нас международный. У нас из Украины, из России, из Беларусь. Но Беларусь, именно Гомель, основатель этого клуба нашего, часть Мундира. И вот мы собираемся все, ездим на разные мероприятия. Брест, Москва, Санкт-Петербург. Да, большая география мероприятия. После того, как формирование ворога были захоплены, и над окопами советские солдаты узняли червон истях, удельники реконструкции в память о воинах, которые загинули в ходе боев по вызволению Гомеля, спустили на воду символичный вянок. Его прадед, мой дед, участвовал в освобождении, Кутепов Сергей Игнатьевич. В ветку освобождал, он был артиллеристом. На 21-миллиметровой пушке он воевал. У нас дошел до Кенигсберга, войну закончил и участвовал в параде победы. По закончении мероприемства все жадающие имели махшимость сфотографоваться с реконструкторами ретро-техникой и иншими военными атрибутами, выкористанными оформлении имитации боевого деяния. И они так само могли доведаться больше про падеи и людей, дякуючи, яким отрымалось отвоевать незалежность города Гомеля, а разом с тем подарить свободу, житую и будущую наступным поколениям. Вероника Варашилина, Александр Токаров, телерадио «Кампания Гомель». В управлении внутренних справ Гомельского облаконкам отбился день открытых дверей. Для школьников старейших классов его провели супрацовники Академии Министерства внутренних справ Республики Беларусь. Пачас мероприемства подлеткам был показан видеофильм про учебу в этой престижной высшей навучальной установе. Затым в супрацовнике Академии Министерства внутренних справ Республики Беларусь рассказали школьникам об умовах уступной кампании 2016 года. Агучили специальности, на яке будет житовляться набор, парадок приему и пералик документов, яке необходимо подать для поступления. После информативной сустречи в Управлении внутренних справ Гомельского облаконкам подлеткам дали макчымасть пострелять за автомата Калашникова и пистолета Макарова у интерактивным лазерным тиры. До речи дни открытых дверей для школьников тут проводится, что год. Головная их мета – профориентация будущих абитуриентов и макчымасть допомогти им вызначиться со своей будущей профессией. У Гомеля на базе войсковой части 55-25 прошел Республиканский чемпионат кинологичных службов. За призовые места измагалися представники разных силовых структур, однако головными героями стали четрохлапые удельники с поборництвов. Подробязанности в сюжете наших корреспондентов. Аучарки, спаниели, лабрадоры, сёнягытые махнатые бойцы разом с людьми оховывают мяжу, служить во внутренних войсках и навод у специализованных подразделений побороть без терроризмом алмаз. Одни из их научены вынюхать наркотики, которые ховают контрабандисты. Инши специализуются на пошуку выбуховых речевал. Варто, значит, некоторые собаки не смогли удельничать в чемпионате по вельми уважливой причине. И они задельничаны у мероприемствах по взмолоснению мер безопасности, которые примаются у многих краинах после трагедии у Франции. Беларусь – не выключение. Кинологические службы участвуют в обеспечении национальной безопасности. Вот это основная задача посредством поиска наркотиков или поиска взрывчарки, в зависимости от задач подразделений. Ничего у нас нового не придумали, лучше, чем нос собаки. Кинолог – это переводчик собачьего языка. То есть собака на свои органы чувств ловит, и потом она должна это перевести на наши органы чувств, то есть человеку сказать, что здесь есть что-то. Подмянуть таки тандем – амаль не махчима. Олешка легко и помыляется, то это человек. Без допомоги магнатого сябра ему не обойстись. Летят чувальный пахт, ратилу, сдольную ловить только нос собаки. Такие, как у пригажения Герды. У свои полтора года это бельгийская очарка достигнула добрых выникнов. Частей за все в реальных умовах. Зрешто службовая собака служит ни за звание, ни за орден. Его головная знагорода – сяброство с господаром. Якое, как и любое сяброство, потребует намаганию обо двух. Самое главное для кинолога – терпение. Далее, любовь к собаке, она как бы, ну, без этого вообще никак. Без любви ты просто не будешь понимать эту собаку. Она-то сказать ничего не может. Но на самом деле, вот даже по глазам можно многое понять, что вот она думает, что она хочет, и что ей надо в этот момент, может быть, сказать, поддержать там как-то. Место на пьедестале кинологи заняли разом со своими напарниками. Справедливое и тое, что медали вешали на груди собакам, и аки отказывали по-военному, адривистым брехам. И в завершении сюжета сумный факт. У день открытия шампионата у Парыжи проходила операция, подчас якоя друг террористов загинула очарка помянушцы «Дызель». Ценой своего житая она вырытывала полицейских и стала героем сусветной сетки. Руслан Пролясковский, Вольга Вальшенко, Александр Александронец, телерадио и компания «Гомель». И на этом выпуск завершенный. Дякую за увагу и до новых встреч у эфиры.